Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры! Сегодня мы будем говорить о иконах. И у нас были уже иконописцы, но первый иконописец, на мой взгляд, в современной России – это Александр Иванович Чашкин. Он расписывал собор, в общем, весь православный мир его знает, собор в Вашингтоне. В Москве, если вы приедете, зайдите в Иверскую часовню, там есть его иконы. Почти все были. И Александр Иванович Чашкин, он не какой-то новый православный. Вот я сколько помню, он всегда был в храме. В 70-е годы храм на Соколе, пел ценором. Я не ошибаюсь? Правильно. Потом я приезжала к покойному Царству Небесное, старцу Авелю. Боже мой, как он говорил о Чашкине! Это Ваш духовный отец? Да. Это Иоанна Богословский монастырь в Рязани. Иконы строгие. Я помню, Александр Иванович, Вы мне подарили икону святой равноапостольной Нины. Это было уже очень давно. Большую, она храмовая икона, но я ее каюсь, я ее держу дом, потому что она мне очень дорога. Сначала она мне показалась очень строгой. Вот этот византийский почерк, зеноновский. А потом я настолько привыкла к ней, что я не мыслю своей квартиры, не мыслю своего киота без этой равнопостольной Нины. Александр Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Вот на телеканале «Союз» Вы, конечно, не впервые. Нет, я впервые. Впервые? Но в нашей передаче «Чистый образ» Вы точно впервые, потому что Вы неуловимы. Я приглашала других иконописцев, потому что Вас в Москве на тот момент просто не было. Вот, Вы же на расхват, Вы пишете фрески, иконы в разных точках, по-моему, земли нашей, да, где есть православные храмы. Недавно вернулись из Сербии. Итак, мы вернемся сейчас к отцу Авелю все-таки, да? Вы были его духовным чадом. Ну, Вы знаете, если доходить до Авеля, наверное, с него и начинать надо о моем творческом струте. Да, потому что дело в том, что я родился в Киргизии. Вот, мой отец был коневодом, то есть он разводил лошадей и выводил новую породу. Эта история, коротко, очень романтическая. Дело в том, что, значит, была такая Пинкова Елена, это дочь генерал-губернатора Семеречья. Она влюбилась в некого поручика, вот, отец не разрешил им, так сказать, пожениться. Тогда они украли у отца несколько жеребцов и прочитали у Пржевальского, что есть самое красивое место в мире – это Иссыкурия. Они через четыре хребта переехали, вот, и стали там разводить лошадей. Вот, значит, говорят, любовь – это не как друг на друга, а когда общая цель такая красивая – сделать красивую лошадь. Вот, и они стали скрещивать донскую лошадь, чистокровную, английскую и киргизскую. То есть экстерьер должен быть английской лошади, выносливая, как донская, и бегать по грамм. Вот, и, к сожалению, здесь революция. Они уже, значит, основали конный завод, произошла революция, он пошел в белую армию, там погиб Пинков. А она отсидела несколько посадок и где-то в 50-м году, в 50-х годах умерла. Вот, мой отец, когда приехал поднимать сельское хозяйство Киргизии в 36-м году, после аспирантуры московской, вот, ему рассказал некий старичок эту историю. И он так, значит, заразился этой идеей воспроизвести эту новую породу, что он стал заниматься воспроизведением этой новой породы, которую когда-то, которой занимались вот дочь генерал-губернатора Семеречья и ее муж. Вот, и к 56-му году он уже вывел эту породу, она называется новокиргизская, она всемирно известна. Новокиргизская порода. Это такие сухие лошадки, да? Это как бы по экстерьеру, это почти английская лошадь по красоте, выносливая, именно как буденовская, и, так сказать, по горам умеет лазить. Вот, но, к сожалению, сейчас все это разорено. И порода исчезла? Ну, и порода кое-где, кое-как, в общем, короче говоря, ну, одно время она просто была на расхват, ее даже англия покупала. Ну, это скаковая лошадь. Скаковая лошадь, да. Вот, но дело вот в чем, почему я это рассказываю, потому что, значит, отца пригласили, дальше, когда он эту породу создал, пригласили работать во всесоюзное тканеводство, которое находилось в Рязанской области, рядом с селом Константина. Я знаю этот завод. Там был дворец стоял совершенно потрясающий, и там к этому дворцу пристроен минорет, то есть, когда уже внук Кутайцева разбил турецкого пашу, он взял плен его вместе с гаремом, лучшую жену к себе привез, пристроил минорет, значит, к дворцу, вот, откуда она якобы бросилась, по легенде, через месяц. Ну, во всяком случае, минорет остался, дворец большевики почему-то взорвали, вот, а на минорет не хватило у них пороха, они поехали в военную часть, сказали, да, это у нас на картах взорвать нельзя. Так и остался минорет. Вот, а в трех километрах по прямой от этого, значит, старинного конного завода, где я работал, тоже ездил на лошадях, объезжал лошадей в молодости, значит, был как раз монастырь Иоанна Богословский, вот. Вот, и... Но он же был разорен. Он был абсолютно разорен, так же, как Константинова была разорена совершенно, и дело в том, что я попал в дворянское гнездо настоящее в этом конном заводе, мне было 15 лет, вот. А в этом конном заводе были, представьте себе, была одна баронесса, два князя и один граф, понимаете. А почему они там оказались? Потому что в годы революции, оказывается, дворянским детям им только можно было с исходящим. В общем, институте учиться, они, значит, вот по части коневодства, и вот осели они в этом старинном имении. И минус 6, и минус 12 городов. Да, да, вот так, да. И, собственно говоря, я подружился сразу с баронессой некой Черкасовой, которая была чуть ли не племянница Бунина, вот. И, короче говоря, со всеми ими, и вот я думаю, что частично они меня даже как-то воспитали, потому что это совершенно были другие люди, и мне вот досталось еще от той России вот такой как бы привет в виде этих вот пожилых людей, которые были совершенно замечательными людьми. Вот. И когда умирала эта баронесса Черкасова, она сказала, Сашенька, у меня сын коммунист, вот, ну, чтобы его не тюкали за происхождение, он поступил в партию. Вот. И никогда не ходил в церковь. Я уже 20 или 30 лет не был в церкви, но я умираю, на тракте умирала. Вот. Найди мне священника. Вот. Я пошел, была грязь жуткая, я пошел в соседнее село Батурино, нашел священника. Вот. Мы с ним по этой грязи же назад вернулись, он ее причастил. Потом я с ним подружился, до сих пор там служат. Вот. Это Летово. Это место, где много-много лет, значит, служил Иоанн Крестьянкин. Это очень такое место историческое. А после него же стал служить Иоанн, который до сих пор там уже служит. Вот. И он причастил эту Софью Ивановну. Вот. И потом сказал, Слушай, пойдем, я тебя познакомлю с очень интересным старцем. Он относительно недавно, несколько лет назад, он приехал из Афона. Он был настоятель, значит, Афонского монастыря Пантелеймонова. Вот. Ну, познакомлю. Окей, может быть, что-то закажешь. Он был 11 лет настоятель монастыря Пантелеймона на Афоне. И он абсолютно, как он мне рассказывал, совершенно он хотел там и умереть, естественно. На Афоне у него не было уже возвращаться никакого, не то что желания, а просто уже все, уже как бы осел. Вот. И здесь получилось так, что умер его в соседнем селе, где он родился, жил митрополит ленинградский, митрополит Никодим. Ну, известно, как он умер, ему стало плохо у Папы Римского на приеме и так далее. Вот. Его довезли до Ленинграда, и он там умер от четвертого инфаркта и так далее. Но он был с соседнего села, они были друзьями. И вот, оказывается, значит, вызвали Авеля, что он, говорят, при смерти, как бы на похороны уже почти. То есть, он пока доехал, он уже умер. И Никодим ему оставил несколько икон. Вот. И когда он после похорон уже спускался, говорит, с трапа, его, как ни странно, арестовали. Наместника монастыря Афонского, уже он греческий гражданин. А у него отобрали документы, а потом, говорит, похороните своего Никодима, и мы вам отдадим. Ему не отдали. И он, говорит, я страшно страдал от того, что меня фактически назад не пусти. Вот таким образом, что отобрали документы, и все. Я ничего не мог добиться именно в КГБ. Вот. И потом, говорит, я страдал несколько лет от этого. И потом мне, значит, епископ Рязанский предложил. Батюшка, а не обустроить ли вам вот эту вот старинную обитель XIII века? То есть, Иоанна Богословский монастырь. Он говорит, ну да, хорошо, говорит, попробую, что делать. Вот. И он туда приехал. И вот я его в это время и застал. Когда он жил в маленьком домике, кругом была грязь. Это было МТС. Вот. Кругом какие-то железяки жуткие. Какие-то машины, какие-то остатки тракторов были. Вот. И я вот его как раз первый раз увидел в этом маленьком домике. Вот. Этого, значит, Авеля. Вот. Он меня, конечно, сразу поразил. Вот какой-то такой чуткости, любовью. Как-то расспрашивал. Вот. Ну вот с тех пор, повторяю, и последний раз я начал рассказывать, что он меня вызвал уже перед смертью и сказал, Сашенька, он меня так называл, я через три месяца умру. Батюшка, да вы что? Ну что ж ты? Да живите вы еще. Нет, Сашенька, я через три месяца умру. Пойдем, милый, покажу мою, так сказать, усыпальницу. И что тебе нарисовать после моей смерти? И он сказал, вот здесь ты нарисую Серафима. Он был в тайном постриге, схимник Серафим. Вот. Здесь будет старец Серафим. Вот. Значит, лучше с палочкой, вот как я его и нарисовал. Вот. Здесь будет старская семья. Здесь будет, так сказать, ну, особо любимые его святые. Вот. И, значит, я обязательно, по-моему, над ним прямо воскрешение Лазаря. Вот. Я говорю, Батюшка, ну что вы что? Ну, короче говоря, через три месяца ровно он умер. Но он долго прожил, ведь ему было 90, по-моему. Да, ему было что-то около 90. Ну, вот я, говорю, познакомился с ним, когда мне было 30 лет. А умер он через 5-6 лет назад. Это, значит, ну, сколько, ну не 40, но 35 лет прошло. Он там где-то в районе 35 лет. То есть, ну, как вы видели, я вас там встречал в монастыре. Вот. Что монастырь, конечно, ну, как говорится, конфетка. Да, возродился. И вот, так сказать, он возродился. А источник какой-то, какая купальня там. Да, источник. Вот там было когда-то что-то вроде лужи. И батюшка Иоанн, тоже духовный сын батюшка Авеля, он своих детишек прям бросал вот так вот. Они выплывали оттуда из этой лужи. Он меня благословил с головой трижды окунуться, а это был ноябрь месяц. Я просил, не нужно, я простужусь. У меня слабые лёгкие, но ничего не простужу. Ну, и знаешь, что в этом, как мне сам Амель рассказывал. Я не простудилась. Батюшка, что там несколько случаев излечения рака было и так далее, тоже в последней стадии. Да, 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 целебный, конечно. Вот так что. Ну, вот видите, у вас какой молитвенник. Александр, но дальше вы попали в Вашингтон и расписываете... Нет, подождите, я давайте расскажу, как я стал иконопис. Я работал зимой в, значит, конном заводе, а всё лето я работал на ипподроме. Значит, я бежал лошадей, скакал на степельчезе, на скачках и так далее. Вот. Вот. И, значит, вдруг где-то чего-то я спел, понимаете. И меня, значит, где-то мне было уже лет 28. Некий Михайлов Виктор, певец-бас хороший, он меня потащил, значит, в Большой театр. Большой? Да. И там школа при Цедри была, которую вели солисты Большого театра, вот, такой алимасовый. Вот. Она послушала, сказала, что вы сумасшедшие с таким голосом, вы, так сказать, не поёте. Я говорю, ну, я пою когда-то, когда выпью, когда на вечерах каких-то. Иногда что-нибудь не пою. Говорю, ну, это разве пение? Вообще-то петь не умеешь, но голос... И, короче говоря, меня приняли в эту школу при Большом театре, значит, вот. Дали мне педагогшу, которая раньше пела «Вляскала», такая удающаяся певица была, Менисович, такая Нина Львовна. И вот, знаете, в консерваторию мне через год сказали идти в консерваторию. Я пошёл прослушаться, помню, когда же пела Арию Герцога, значит, «Сердце красавицы». Вот. И, значит, оказалось, что у меня не было прописки для того, чтобы на вечернее отделение вступить. А на дневное уже поздно, до 28 лет только берут. Ну, да. И мне осталось как бы только петь в церкви. Я пошёл в церковь петь. Как раз пришёл на прослушивание в «Сокол». Вот, меня прослушал... Там расстоятель был отец Анатолий. Да, отец Анатолий был, Регет был, Виктор такой, Золотой Кабертон, так его звали. Кстати, этот храм никогда не закрывался. Это 70-е годы бы рассказывалось. Да, да, да. И там была некая монашка, значит, которая... Значит, у которой жил как раз старец Сапсон. Как раз он был уже на покое... Сиверс. Сиверс, да, Сиверс. Ну, я с ней тоже как-то подружился. Вот. И она говорит, пойдём, я тебя познакомлю со старцем. И вот, когда я пришёл к старцу, он сказал, вот, слушай, а он, между прочим, иконы будет писать. Вот такой разговор странный вышел. Вот. И, значит, эта монашка меня отвела, таких Зенонов, а тогда восстанавливаться начал... Это когда Зенон был где? Когда Зенон только начал работу над восстановлением Даниловского монастыря. Вот. И я попал к нему, вот, и, главное, как нечаянно он оказался на месте, а я собирался вообще туда не ходить. Ну, в общем, короче говоря, дальше я везде пишу одно и то же, что когда я увидел, как он работает, я понял, что передо мной великий иконописец. Вот. И, так сказать, до сих пор так считаю... А что-то слухи были, что он уклонялся в католичество. Это не так? Нет, это совершенно неправда. Это неправда, да? Это неправда, почему? Потому что он, наоборот, я потом об этом расскажу, два слова об уклонении в католичество, что, наоборот, он, именно его выгнали оттуда, потому что ему сказали, что он Троицкий собор писал в духе академизма, потому что это, значит, барочный стиль, и надо барочный стиль только... Ну, это не свойственно. Вот. Он сказал, что хорошая икона не портит никакой стиль, никакой, вот. И что это вообще, говоря, значит, стиль, академический стиль, это называется он барочновозрождический, то есть это католический стиль. И поэтому он, наоборот, сказал, что я только икону пишу. Тогда вот такой вопрос, извините, я переговорю. Вот если вы реставрируете храм, допустим, XIX века, вы же должны, наверное, подчиняться, ну, истории? Да, конечно, конечно. То, что было, значит, вы расписываете в каком стиле? Нет, вопрос... Или все равно у вас византийский стиль, и вы... Вопрос вот в чем, что, значит, если храм уже расписан, так сказать... Был расписан. Был расписан, потом испорчен. И более того, если он расписан на таком высочайшем художественном уровне, то здесь ничего такого плохого нет. Вот более того, в таком стиле писали и Васнецов, и создавал гениальные вещи. И Нестеров, и так далее. Вот, но тот же Васнецов в конце жизни признал, что он шел не тем путем. Мечтая о славе Геонисиев и Рублевых, он шел не тем путем. И что это все-таки не иконописный стиль. Вот. А разница очень простая. В двух словах, значит, икона являет, а академический стиль изображает. И таких простых вещей не понимает, а академический стиль изображает, то есть он изображает историческую, так сказать, какую-то действительность, историческое время, исторических деятелей каких-то. Вот и все. Да, князь Трубецкой об этом хорошо писал. Конечно, конечно. Умозрение в красках. И отец Павел Флоренцов. Да, да, да. А где сейчас отец Зенон? И вот я уже договорюсь, значит, отец Зенон стал, я у него, значит, во-первых, я ему не сказал, что я там, я попутно закончил вечерний директор института, пока на ипподроме, днем я на лошадях ездил, вечером учился, значит, да. Вот. И, значит, я ему не сказал, что я рисую. Я целый год, моя школа была, это самая лучшая школа. Я растирал краску и смотрел, как он работает. Вот. Это была самая лучшая школа, вот, для меня. И я дальше, когда я стал уже деканом университета православного, значит, Иоанна Богословского, я тоже так же учил, именно я рисовал. Да, я знаю. А все смотрели. То есть у меня был мастер-класс, так сказать, всегда был. Вот. Я думаю, это лучше рассказывать. Вот. И я, значит, год проработал там, вот, помогая ему через год, он, значит, поругался с нами. Местником, который просил его расписать главный храм в академическом стиле, то есть в барочном-возрожденческом. Он сказал, что я не буду, пожалуйста, распишу в византийском. Тогда он в московском стиле писал, в московском стиле у него был, вот, в иконописном стиле. Но он сказал, нет, там все архитекторы были против. И, короче говоря, он, в конце концов, собрался, доделал этот иконостас и уехал в свой родный Псково-Печорский монастырь. Я уехал за ним. И там еще прожил у него полгода. Вот там же я познакомился с многими людьми. И там я познакомился, подружился с Иоанном Крестьянкиным. Там, когда я уже был как бы на правах послушника, приехал некий мальчик Георгий, которого звали Гоша, который позавчера стал епископом Тихоновым. Да, и мы его поздравляем. Мы тоже были друзьями с ним. Вот, было, значит, там у него, как ни странно, три Георгия, три Гоши, три послушника. Вот, потом, значит, Гоша уже к христианке, ну, перешел. Вот, а потом я до этого времени успел, значит, уже устроиться, значит, в московскую патриаршию мастерские и расписал один первый храм в Ясной Поляне, значит, вот, где похоронены все, естественно, предки Толстого, кроме его самого. Вот, и туда приехали, так сказать, из Америки, значит, наши, ну, это, собственно, не американцы были, это русские эмигранты были. Беженцы, первая эмиграция. Ну, это первая эмиграция, да. Это отец Дмитрий Григорьев, вот, который был сын генерал-губернатора Архангельска. Вот, а его, кстати, его отец был ближайшим другом Колчака. Более того, прошел... Вам книгу нужно писать, сколько событий. Что отец Дмитрий, он вообще внук Колчака. Я говорю, отец Дмитрий, вы какое отношение к Колчаку видите? А вы знаете, самое прямое, Александр Иванович мне сказал. Дело в том, что когда Колчак познакомился со своей невестой, молодой, моего отца, то отец у него отбил эту невесту. Так вот, невеста Колчака моя мать, говорит. Вот так что я... Некоторым вроде родственник, говорит, Колчака. Стал настоятелем Кафедрального собора Американской Краснодарной Церкви. Значит, один из крупнейших таких специалистов по Достоевскому. Вот. И вот я... Он приехал как раз в Ясную Поляну, владыка Василий. Они... Им понравилась роспись моего первого храма. И они пригласили расписывать храм Вашингтон, Кафедральный собор. Где через год я попал уже в Вашингтон. И там прожил три года, общаясь с этими людьми первой эмиграции. Понимаете? Еще первой даже. Не второй. Хотя и второй там много было. Но мне повезло. Воспомнят там. Мне удалось попасть. Мне повезло очень. И вы там написали иконы или роспись стен сделали, да? Я там и иконы писал, и роспись стен написал. Более того, я там написал вещь, которую там наиболее ценят. А именно, перед входом в храм была табличка, что сей храм, Никольский храм, посвящается жертвам революции. И я сделал, ну, как бы, роспись, фреску на задней стене, где я изобразил всех, значит, русских, которые отдали жизнь в борьбе с большевиками. Вот. То есть, именно, которые погибли. Именно, которые погибли. В каком году вы расписывали? Это ровно 20 лет назад, в 93-м, вот так, где-то, в 94-м, 95-м. А, по-моему, мы с вами познакомились в 90-м. Нет, в 90-м мы... Именно я в 91-м ехал, и три года в 94-м приехал, вернулся здесь. Ну, да, в 94-м. Причем вы меня нашли тогда, да? Да, 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 да. А нашел я вас, как известно, значит, там все люди интересовались, естественно, Россией, любили ее. Так же, как отец Дмитрий Григорьев, так же, как второй замечательный человек, владыка Василий Родзянко. Замечательно. Вот, я даже считаю, что если их нельзя назвать святыми обоих, то, так сказать, настолько дух отливал их чистым золотом, что, я думаю, там было элементы святости и у одного, и у второго было. Потому что, когда они умерли, там уже от православной церкви очень мало что осталось там, понимаете. Вот, но это были, можно сказать, почти святые люди. Вот, и я прожил три года с этими замечательными людьми, поэтому они очень любили Россию, очень интересовались, очень болели ей. Вот, владыка Василий вот в конце жизни написал свою гениальную книгу «О циркоподокийцы и теория Большого взрыва», вот, которая до сих пор очень мало кому известна. Вот, а интересуюсь Россией, мы, естественно, читали все патриотические издания. И в том числе нам принесли, значит, однажды журнал «Наш современник», где вдруг мы были поражены стихами Нины Карташовой. И почему-то все думали, что я старая бабушка из эмиграции. Нет, нет, простите, простите. Там была на фотографии просто красавица была. Фотография, это еще когда я была, допустим, молодая. А так, может быть, и бабушка. Все почему-то считали, что я из эмиграции. Нет, я так не читал, но может быть, может быть. И вот, короче, значит, мы этот журнал передавали друг другу, мы читали, мы были в полном восторге, даже собирались вместе. А самая лучшая компания, которая была у меня, это отец Дмитрий, владыка Василий, вот, и я. Еще был, третий староста был Владимир Сергеевич Толстой, вот, которого мать была фрелинной императрицей, и которая царского рода, потому что первая жена Алексея Михайловича была Милославская, так сказать. А уже от Нарышкина, уже Лев Николаевич, этот от Нарышкина, Петр Первый и так далее. А вы сейчас общаетесь вот с которыми? Конечно, остался живой только один Толстой. Александр Иванович, и, конечно, в Америке вы расписали все в византийском стиле, как верный ученик отца Зинона. А вы знаете, вот здесь написано, одну секунду, Чашкин мостик между Византией и Россией называется. Значит, эту фразу сказал самый выдающийся греческий художник Федор Куфус. Он вообще, если он русский, так он византийский или русский? А он сказал, что, вы знаете, так-то можно только русский писать, но элементы византийские, поэтому я считаю, что это мостик. И вот, кстати, кто-то написал про меня именно как мостик, поэтому у меня условно на основе Византии, но все-таки он говорит, что это не совсем византийский, а именно скорее русский. Вот я просто такой комментарий маленький. И у вас теперь как бы своя школа, да? Ну, трудно сказать, потому что, конечно же, во многом я отталкиваюсь от своего учителя Зинона. Вот, а Зинон, как известно, он писал сначала в московском стиле, потом стал писать византийском, а говорит, ну писал же в московском, чего полез в Византию. Сейчас он пишет, значит, в катакомбах существуют такие античные, то есть рисунки первых христиан, понимаете, катакомбные росписи. Вот он теперь отталкивается отсюда, и как бы уже, ну, он постоянно в поисках, более того, доглубляется в древность, к истокам. Вот. Ну, я, наверное, свой стиль. Да, у вас свой стиль. И меня поражает, что вы пишете очень быстро. Быстро. Ну, трудно сказать, да. Но надо сказать, что я же еще занимался живописью, и среди моих друзей я учился, значит, у знаменитого, так называемого мэтра московской богемы Василия Крисидникова, а потом меня отвел к некому... Был у меня друг Зверев такой, который меня много раз писал даже. А ты вам гордишься? Да, да, да. Вот. Потом, ну, Сидников был как раз реалист. Вот. И у него, ну, среди его круга, ну, частично, можно сказать, у Женикова был некий художник Харитонов. Вот. Сейчас он... Ну, это художник-мистика. Абсолютный реалист такого мистического. Он сейчас, кстати, самый высокоплачивый, возможно, в мире художник. Вот. Это был гениальный совершенно художник и человек. Вот. Я у него с ним подружился. И сейчас я частично использую... Вот видите, у меня во многих иконах есть частично такая техника понталистическая. Он исходил даже не из понтализма, сам Харитонов, а он, так сказать, как бы шел от древней византийской мозаики и от русского шитья. Шитья? Да, от русского шитья. Вот эти вот, как не даже не стишки, а жемчужинки, так сказать. Вот так вот. Точно. Вот. Поэтому я частично для... Использую тоже, то есть, как бы поиск новых путей. Вот с этих точек создаётся какой-то образ такой, не твёрдый такой какой-то. Воздушный. Может быть, воздушный, может быть, фантастический. Может быть, горы какие-то. Может быть, образ Иерусалима, такого белого камня фантастического. Вот, и так далее, и так далее, да. Который вот, внешний вид Иерусалима земного переходит в горний Иерусалим. КОНЕЦ Продолжение следует...